Далейский эльф И, в общем-то... Сейчас ноги поломаю все. Не удивляйтесь, если я буду выдавать иногда какие-то нечленораздельные звуки. Если она вдруг начнет шевелиться. Как-то очень специфически. И, кстати, по-моему, лодка, которая отправит нас на остров, где мы сможем... ...зашатать дракона. Она находится как раз-таки в этих пещерах. Где находятся у нас красные храмовники? Сейчас это про... Господи, ты меня напугал вообще, пипец. Шутки, ребята, они какие-то. Так, вот, видите, здесь теперь открыто. Музыка такая героическая какая-то, как будто бы я иду мир спасать. Как знать. Это по какой-то заявке очередной, да? Это-то-то, подожди. Показалось? Показалось. Показалось, что две точки. Остальной? Но нет. Две руины. И что, тут даже никакой плюхи в лодках? Печально. Какие-то скандинавские, на самом деле. Дракары. Так, тихо, подожди. Птичка. Жалко, птичек не убивать. Как в том же самом, скорее, ради перьев каких-нибудь. Живодерка. Вы что хотите, говорите, но локации тут офигенно атмосферные. Так нравится, она к нему с таким уважением к королю Алистера. А мы-то знаем, кто он и что он, и как он вообще. Видно, зашиви мне носок. Точнее, зашиви мне рубашку. Мой носок оказался в твоей... В твоей... Как сказать... В твоей палатке. Какая досада. Отстань. Ой, простите, психаналов. Ой. Так, подожди. Устье Дервина. Порт в Устье Дервина, словно слитый с утюсами штормового берега, некогда соединял гноми Теги с нетремлющим морем. Такая близость к глубинным тропам не только способствовала расцвету торговли между гномами и союзниками в империи Тевентер, но и позволяла дипломатам Арзамара посещать порт, не теряя чувств камня. Чувства. По этой причине порт стал популярным местом встречи послов двух народов. Когда набеги по рождению тьмы вынудили гномов удалиться в Арзамар, коридоры и глубинных троп, ведущие костью Дервина, были завалены, а порт закрыт. По крайней мере, официально. Разбойники, контрабандисты и пираты частенько пользуются пещерами и бухтами вдоль штормового берега, включая и устья Дервина. Брат Вен Сан, церковный ученый из штормового берега, его история. Чудесно. Чудесно. По-моему, они уже это говорили, да? Повторяйтесь, ребята, повторяйтесь. Так, сперва. Они все внизу, в принципе. Хотя нет, не все. Че нет-то? А эти внизу стоят, им вообще пофиг дым, да? Ну, грех жаловаться. Не обняла? Ой, какая насада! Подожди, ну вот-вот-вот-вот туда, на Цельсию. И вот так вот. Возник. Отлично. 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 Кстати, вот опять же, возвращаясь к Эмпресс Диллион, там вот этот большой-большой-большой-большой медведь, который периодически появляется, он как раз-таки с него, точнее, падает, если его быстро угрешь, вроде как. Так, 300 опыта, ну там 294 или 298, че-то такое. Просто имейте в виду. Так. Ага, потом. Подожди. По-моему, кстати, вот этот ключ, который мы подобрали, он отпер вот сейчас вот эту дверь нам. Потому что, по-моему, она была закрыта. Надо еще наверх подняться, потому что я оттуда слетела. Наверняка тут что-то пропустила. Так. Письмо отца. Это письмо так и не дошло до адресата. Фенеллочка моя. Моя. Милая. Как ты поживаешь? Как тетя Кайтлин? Кайтлин. Надеюсь, моя девочка никому не доставляет хлопот. Как успехи на занятиях? Может, ты сама уже сможешь прочесть ей письмо? Хоть начало? Прости, что уехала надолго. Так надо. Помнишь, мама сильно болела и попросила принести воды? И ты принесла, потому что ее любила. Вот и у меня что-то такое. Иногда нам приходится делать трудные вещи, потому что они помогают другим людям, которых мы любим. Наша страна больна, и я буду стараться помочь ей выздороветь. Не волнуйся, я здесь не один. И теперь у нас есть особое средство, которое сделает нас сильнее. Мы станем лучше сражаться. Еще чуть-чуть, и магов тут больше не останется. Тогда все снова будет хорошо. Я скоро вернусь домой. Люблю, молюсь. Отец. Ну-ну. Наземные гномы. В Арзамаре общество гномов разделено на жесткие касты, и дома в них соперничают за власть и престиж. Но все это отбрасывается, если гном покидает камень и уходит на поверхность. Под открытым небом все равны. Во всяком случае, так говорят. Правда состоит в том, что не так-то просто отказаться от тысячелетних традиций. И хотя наземные гномы официально исключаются из своей касты, многие сохраняют иерархию в былую кастовость среди себе подобных. Бывшие благородные дома более уважаемы, чем неприкасаемые клейменные, которые поднимаются наверх в поисках новых возможностей. Находясь на поверхности, беднейший благородный гном смотрит на богатых гномов из низшей касты с презрением. Общество наземных гномов из высшего сословия разделено на два лагеря. Келн, настаивающих на сохранение каст и рангов. Обычно они представляют семьи аристократов-купцов и прижившихся, которые верят в то, что нужно оставить традиции Арзамара под землей и жить по правилам освященного мира. Поддержание некоторых связей с Арзамаром рассматривалось многими поколениями наземных гномов как единственный спасательный трос. Доставка наземных товаров своим сородичам под землю, аллериума и металлов на поверхность считалась не только заманчивым способом заработка, но также и своего рода священным долгом. Многие наземные гномы охотно принимали ссылку и потерю каста, чтобы лучше служить своему дому или покровителю. В последние годы многие наземные гномы, особенно прижившиеся, стали расширяться. Они открыли банки, наемнические гильдии, стали водить торговые караваны. Они стали инвесторами и спекулянтами в сугубо наземных видах деятельности. Эти новые предприятия приносят им огромное богатство, но более консервативные гномы смотрят на своих предприимчивых сородичей Сосака. Для менее состоятельных наземных гномов связь с могущественной Келной может открыть многие двери. Они могут получить кредиты у гномов-купцов. Кроме того, влиятельность гномья торговой гильдии иногда предлагает им работу более охотно, чем более квалифицированным работникам с меньшими связями. Вот так вот. Очень нужная вещь. Только что была подобрана нами, не поняла. Аааа! Нормальная вещь. Это где? Это наверху? На мостике на том или где? Так, ну тут точно больше ничего нет. Подошла, главное, случайно к этому камню. Так, надо туда прыгать будет самоубийством. Так, ну сейчас, подождите. Давайте доисследуем. Нам зато дверь. Но я еще хочу наверх сходить. Досмотреть. Что там есть? Отлично, половину собрали. Спрашиваться нахер на это надо? Так, это опять наверху, что ли? Так, подожди, слушай, подожди, тут точно ничего нет. Не хочу прострать мозаику, мне одну осталось найти детальку, мозаику, детальку, чтобы собрать одну из мозаик. Чтобы собрать одну мозаику. Так, здесь проходы не видать. Здесь тоже ничего. Вообще забавно, что звук такой, как будто бы я бегаю в ботинках, хотя я босиком бегаю. Ну ладно. Будем считать, что у меня твердые пятки, как у хоббитов, знаете, все-таки эльфы же в местном лоре ходят очень часто босиком, правильно? Спасибо, шерсти нет. Хотя нет. У мужских особей. Многие из этих Ред Темпляров были хорошие мужчины и женщины. Ух, нехрен, чтобы их корруптированы, без того, чтобы неизвестно. Ну это да. Так, обожди. Дневник без подписи. Красное зелье было горьким и обожгло мне горло. Это совсем не похоже на лириум, к которому я привык. Мой мозг как бы загудел. Один звук пронзил все мое существо. Сила, которую он принес, была невероятной. Я чувствовала себя так, будто держу в ладони весь мир и могу раздавить его одной лишь мыслью. Так для себя чувствует создатель. Не могу теперь думать ни о чем другом, кроме этой силы. Вкус безграничного делает невозможным для человека довольствоваться обыкновенным. Зачем быть тем, кто и есть, если я могу стать большим? Так, хорошо, что тут. Ну, не тот самый мостик. Так, хорошо, лириум. Давай только сныкаемся. На обратном пути возьмем. Сейчас разберемся вот с этими ребятами. Ай, черт, подожди. Надоело. Ну, они быстро упали. Отлично. Вот красный лириум мне пипец очень нужен, на самом деле. Единственное, они здесь будут респауниться? Вообще вряд ли, если я их сейчас отсюда прогоню. Наверное, и все. Так. Варик отобряет, ну, хоть бы слово сказал. Слушай, подожди, а это... Не сюда бы я попала после той открытой двери? Ладно, в любом случае мы пойдем уже обратно, правильно? Там засунемся в эту дверь. Отлично, сонки. Подожди, где? Э? Как туда попасть? А, ну. Все, все, все. Вопрос снимается. Да-да-да-да, нет! Так, кто-нибудь наверху стоит там, нет? Сейчас-то. Так, ладно, берем. Ну, как сказать. Награда так себе. Где я? Понятно. Так, ребят, телепортируйтесь как-нибудь ко мне. Отлично. Вот здесь, по-моему, должна быть лодка. Точно, вон она. Так, ребята. Как бы так вот. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Дракона я, скорее всего, не зашатаю, да? Тем более таким составом. Хотя, просто меня варик немножко смущает. Хотя, у нас есть я. Можно попробовать, знаете, я так скажу. Давайте сейчас так ладолапнемся. Котеночек мой. Так. Отлично, где? Может сюда что-нибудь кинете? Он, конечно, вот... Особо сам не умеет пользоваться всем этим. Хм. Критический удар союзников приносит пользу. И вам у вас уменьшается время восстановления навыков. Этч. Детонирует еще сильнее. Ну, не знаю. Слушай, давай вот эту ему возьмем. Пускай тоже этим пользуются. Да? Все включено. А что я вышла-то? Соус. Милый мой. Ну, это... Блин, это редко мы этим пользуемся. Воскрешение, ты понимаете, это хорошая вещь, но... Когда ты раскачаешься и, в принципе, падать особо не будешь... Это вообще нафиг не нужно. Ну, это честно. Держи, это что такое? Хм. Ну, тут неплохо. Взрыв фраза. Ну, не знаю. Ну, пускай будет, ладно, дополнительная защита ему. Хотя нет, слушай, подожди. Еще тут есть. Вот, кстати, вот это вообще офигенная вещь. Бонус к урону против ослабленного врага. Завесный удар. Блуженник, призванный каменным кулаком, теперь взрывается. Ослабляя, ошеломляя. Вообще, вот это бы взять, на самом деле. Но, если честно, вот эти все дополнительные приколы... Ты именно особо даже не пользуешься, потому что нужно сейчас сосредоточение это накапливать. Потом ее, знаешь, они уже все сдохнут. К тому времени. Хотя способность очень классная. Я ее видела в деле, это прям... Прям, знаете, заклинание Метеор из Final Fantasy. Ты иначе не назовешь. Так, а что еще тут у тебя есть? Что еще тебе не взяла? Это особо не нужно, если честно. Династия на мне тоже как-то не особо. А особо ты, брать-то, уже и нечего. Если ты серьезно. А давай вот это, ладно. Нет, я не хочу. Ладно, черт с тобой, Солос. Кассандра. Что с тобой? Снижение урона. От стрелковых атак спереди. Ну это как повезет спереди, сзади. Хотя, конечно, 50% неплохо. Но, может, лучше что-нибудь храмовническое взять. Во! Выжигание с треском. Выжигание заклинаний теперь наносит значительный урон по площади при развении вражеских барьеров. Других полезно 600 урона процентов. Офигеть. Свет во тьме. Атакуй своих врагов во время действия умений благословенных каменнанки. Выскорчите время восстановления умений. Ну, не знаю. Небесный гнев. Вы призываете слепящий столб цвета, который оглушает находящихся рядом врагов, и наносит урон демонам. Слушай, а мне нравится. Давай, возьмем. Не знаю, только куда поставить. Хотя, скорее всего, поставлю кто-нибудь. Сюда. Ну, пока что. Так, ну что я могу сказать? В принципе, мы довольно быстро справились. У нас там еще дверь одна осталась, но мы туда сходим на обратном пути. Это да. Я не знаю, у нас как вообще? Тут хорошо все. Ну, давайте попробуем. Вряд ли, конечно, у меня это получится, но попытка не будет. Что мы хотим найти здесь? Слушай, нет, я не хочу сюда пойти без этого, идти, точнее, без быка. Вот честно. Вот честно, давайте сюда лучше. Мне просто нравится его реакция, когда мы приходим к дракону. Он там, да! И вот прет. Я не хочу лишать его радости жизни. Поэтому давайте вернемся. Мы сюда еще придем. Обязательно. Сейчас я хочу посмотреть, что там за дверью. Здравствуйте. Да что ж ты делал, потому что... Да что ж ты делал, потому что... Пойдет. Сейчас посмотрим в эту... В эту дверь у себя, за эту дверь. И, я думаю, телепортнемся прям сразу. Может быть, даже к лагерю, не знаю. Посмотрим. Может быть, сразу пойдем... Вот я не помню, к сожалению, какой тут дракон, а какого он уровня. Но учитывая, что это одна из ранних локаций... С другой стороны, локация тому, что ранее. Но дверь-то и только сейчас открылась. Жалко, вот музыка, когда она на фоне играет, какая-то такая, знаете, классная. Она играет очень тихо. Но при этом какая-нибудь конкретно боевая, веселая музыка. Она играет громко. И вот тут как жить в таком мире. Так, я же здесь ничего не выпустила, пока ходила тут. Так, к двери, вперед. Что ж такое-то? Тихо. Ну да, на самом деле, черт. Забыла. Забыла, что есть тупик, можно было сразу сюда сходить. Ну ладно. Пойдет. Так. Тихо. Я, кстати, когда первый раз играла, никак не могла понять, как вот на ту сторону пройти. То есть, удивительным образом, не увидела проход один в стене. Дверку. Еще думала, блин, как туда попасть-то вообще. Пыталась вот этой вот способностью перепрыгивать. Один раз кое-как долетела, но потом была проблема, потому что я не могла оттуда выйти, потому что проход-то был закрыт. Ну что-то там, короче, какая-то страшная вещь происходила. Проблема была у меня лютая. Слушай, подожди, это что? Я не доделала, что ли, где-то лириум? Подожди, это как так получилось? Ах, я, видимо, где-то пропустила. Ну ладно, мы с вами разберемся. Давайте тогда, чтобы не это самое, мы сделаем следующим образом. Мы возьмем сейчас быка с собой. А как я там один лириум пропустила случайно, да? Ой, какая я молодец. Мы сейчас все равно попробуем дракончика завалить. Да-да-да, это я. Так, пожалуйста, ребята. Мы возьмем с собой кого? Пускай ведь Кассандра на всякий случай. Соус и... Быку, кстати, вот как раз-таки сделала броньку. Где он? Вот она, вот она, мой хороший. И как раз-таки, по-моему, там на защиту от огня. Вот она, огнеходная курточка. Не самая хорошая, но пойдет пока что. Вот, плюс еще при ударе накопление трех единиц обороны. То есть, чтобы когда... Я так понимаю, когда он бьют или когда его убьют. У него оборона будет накачиваться. Он не танк. У него это автоматом особо не появляется, поэтому... Хоть как-то. Так, вперед. Сейчас очень быстро туда доскачиваем. Ой, дай бог, чтобы получилось. Потому что я вот не очень люблю идти, знаете, к драконам куда-то за 3-9 земель. Они там сидят где-то в глубинках, так сказать. И ты вот идешь туда, что-то, блин... Лагеря рядом нет обычно. Ну, хотя нет. Вот там, где, помните, золотая драконица. Во внутренних землях. Вот с ней все попроще. Вот тут, конечно, не так все весело. Да, это я. Все, идем. Здесь, в принципе, не шибко далеко. Если заходишь уже сюда. Здравствуйте. Та-та-та-та-та. Тихо. Будет смешно, если я сейчас заблудюсь. Ну, не найду вот ту самую дверь. Будет так же, когда... Как я первый раз... Как тогда, когда я первый раз играла. Во! Ну, ладно. Как я так пропустила красный лириум один? Не заметила. Пробежала, наверное, мимо него и не обратила внимания. Молодец какая! В прошлый раз дверь не заметила целую с целым проходом. В этот раз не заметила классный лириум. Вот где эта дверь опять? Ааа, начинается. Я по мне туда иду сейчас, кстати. Или туда? Нет, не туда. Начинается, короче. Это же не тот проход, да? Который мне нужен. Я уже забыла все. Это нормально. Ну да, это вот этот тупичелло. А, нет, стоп, все нормально. Это мостик. Все хорошо, значит. Я не дебил! Если только чуть-чуть. Так, теперь молите, чтобы этот дракон у нас упал. Потому что я, честно говоря, еще без понятия получится или нет. Дай боже. А где мои-то? Чего такая тишина? Господи, вы так тихо ходите. Как будто у вас нет. Ой, бык. Ты сейчас описываешься от восторга. Главное, чтобы мы победили. Вот это самое, самое главное. Чтобы потом сюда не возвращаться. Гребня и шлипки. Ой, это ж твою нашу. Кристалл. Красного лириума. Опять. Ладно. Давайте, знаете как. Еще быструю сохранюфу сделаем. И пойдем. Так, тут мелкие-то, кстати, будут. Я вот не помню. Дракончики. Мне пригодилась их кожица. Кошка, я, кажется, тебя люблю. Но мой подфильтр двигать не обязательно. Вот совсем. Понимаешь? Ну? Господи. Как близко надо подойти. Ну? Да. Прости, малыш. Ну что поделать? Драконья кровь. Для чего он нужен? Так, господи. БК, кстати, я вот не помню. У него меч, который я ему скрафтила или нет? По-моему, да. Ну-ка, сейчас. Пардон. Да, у него меч, который я ему скрафтила. Есть вот этот еще, конечно. Который мы нашли сами. Ну, вот не знаю. Здесь просто пробивание брони. Еще лечение. Ну, конечно, лечение так себе, но... Рукоять нужно будет отсюда выдрать вот сюда, потому что... Как оказалось, рукояти прям для больших мечей у меня нету. В крафте это, вообще, конечно, феноменально. Где? На кого они там орут-то? Кассандра-то че? Он сразу проссал фишку, потому что раз есть маленькие эти дракончики... Значит, и большой должен быть. Ну, в принципе, он прав. Ну, дай бог, чтобы мы еще его завалили, потому что черт-то знает. Сыкать на че-то... Чуть-чуть так. Малость самую. Слушайте, а по-моему, вот когда я первый раз играла, я вот в этом месте... Вон она. Красавица. Не знаю, я просто хочу... Девятнадцатый. Черт, она молнией бьет, оказывается. Не, ну с моим эльфом. Вот это плохо. Вот это прямо отвратительно. Ты же понимаешь, что я немножко не это делаю. Вот ненавижу вот эту способность. Вот она-то меня и погубит, я чувствую. Что-то сейчас нехорошо было. Так, ладно, сейчас. Не-не-не-не-не-не. Смешно. Подожди, а что если... Где мы там? Не, в принципе, смотри, я ее уже практически полздоровья сняла. Вот этими своими способностями мега-мега. Но беда в том, что... Этого недостаточно. Нужна невидимость, верни. Ну, что такое? Почему? Нееет! Как? Что это было? Как-то туповато получилось, по-моему, нет? О, это я сейчас ступила. Ой, я сейчас ступила. Тут жестко. Так, вонечку. Сейчас я обожду. Кассандра, держись там, я не знаю. Пускай она отвлекает там ее пока. Где ты есть вообще? Вот ты. Отлично. ВООБЛЕТ. Кэп. Кот. Да. ВООБЛЕТ. 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 Мне тут нет Я сказала мне нет здесь Плохо знаете что Что у меня здоровья ни хрена не осталось Вот что плохо Я даже не могу кинуть Ну вы поняли Я еще ничего не могу Кинь в меня хотя бы Я жить должна Нет оттвали Хотя подожди Не успею наверное Блин Опять Кассандра Что ж такое Слушай а где там Как ты там делал это Ну ка сейчас посмотрим Ну да кстати Она может щитом практически все блокировать Опять Опять это начинается История Только сейчас почему это не работает Не слушай Завалить в принципе ее можно Посмотрите Мы уже в принципе ее все сняли Единственное но О ты тоже шариками Тебе наплюешься Ну кто же знал то Э да ладно Ой валить надо Тихо Не надо так Сейчас опять повторение истории будет Но скорее всего у меня успеет быстрее молния зашатать Не слушай я не хочу Только опять Кассандра Я хочу с собой Беда в том что Короче Кассандра Как всегда я смотрю Ну ты будешь что-нибудь делать Я не знаю Ай-яй Ай-яй-яй-яй Ну давай посмотрим Хотя бы просто Насколько я продержусь Нисколько я чувствую Потому что уже все плохо Что-то она там А Ну все в общем-то да Не Подожди Хотя ладно Давайте дождемся пока она меня убьет Чтобы меня загрузило Прямо перед битвой сны Не в принципе Можно Но если бы у меня двое Еще сразу не померли Точнее Было бы намного лучше Ладно Я конечно понимаю Что здесь надо по тактике Но что-то так западло Если честно Вот честно Здесь тактика не такая веселая Как во второй драгонаге Здесь прям не хочется Ей пользоваться Кошка ты сползаешь И ты меня бесишь уже Так Техническая пауза Кошка Я тебя очень люблю Конечно Ты мне задрала Иди Иди отсюда Давай Вон батарея Иди туда На стул Ой Все Свобода Так В принципе Неплохо на самом деле Шло Если честно уж Надо как-то так Издалека Через подвыперт Тихо-тихо-тихо Сейчас надо расколоть Броню Если получится Тихо Пока не началось Вообще Кстати знаете что А сейчас не получится Это сделать Ладно Ну-ка давай-ка Супер Вот так Что ты можешь Подожди Э? Что-то туповато Как-то все получается Ну ладно Тихо Так где я? Я прям В полете Полет шмиля Смотри Кадры конечно Прекрасные Так Памбок Залагал Вот Меньше всего В таких боях Хочется Чтоб что-то Кто-то Лагал Но ты не видишь В общем Проблемы Главные Ну кинь 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 Уже Давай Давай Сейчас Конечно Хотелось бы На троих Ну что поделать Давай вот куда-нибудь Сюда Мне нужно Клинки Клинки Использовать Черт Черт Я же забыла Совсем Что здесь Дракончик Ни хрена Не огненный Давай Я конечно Могу попробовать Эту хрень Использовать Что-то Это вот На Р1 Ну что-то Как-то У меня такое ощущение Что она не сработает А вот интересно Кстати На нее Сработает Небесный Днев На эту Галинку Что-то Я не заметила Ничего Вообще Если честно Ну это фигня Слушай Не Все Это очень здорово Но как-то Первый раз Я ей Больше Сняла Здоровье А сейчас Получится Так Что я Буду Ее Колотить Особо Ничего Не сниму Но при этом Наверняка Сдохну Раньше Как-то Всегда И бывает Ну вот Уже Кто-то Откинулся Кто бы Это Мог Быть Ну вот Я же говорю Вот С этого Говна Все Начинается Интересно Все-таки Сработает Эта Хрень Ход Немножко Да иди Там Нахрен Да Давай Быстрее Боже Мой Невосприимчив С какого Хрем Ты С Каких Собственно Пор Ты Нормальная Вообще Дракония Меня тут Нет Ты меня Не видишь Я Не Существую Так Ладно Втихаряшку Сейчас подойти Гада Сделать И Свалить Сейчас будет больно Чувствую Так Контролируем Момент Касси Давай На всякий случай Да Да Что ж Ты Блин Стреляешь Как я Это Ненавижу Ну Давай 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 Давайте Должно Хватить Жалко Низ Невидимся Потому что Этот Дебил Начал Стрелять Тихо Не надо Тихо Тихо Твою мать Ты как Вообще Это сделала Нет Если я полечусь Я из инвизы Выйду Лечись Быстрее Боже Тихо 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 Меня тут Нет Твою мать Ну вот Сейчас Опять Все Нет Лечись Лечись В инвиз Уходи Тихо Ну сделай гадость Ну как Ты вообще Это сделал Меня тут Нет Меня сейчас Вот эта гадская Атака И убьет Под самый Конец Твою мать Ну как Ты не можешь Клинками Воспользоваться Объясни мне Почему Как это Блин Логически Объясняется Виз Так Давай Давай Ну куда Ты идешь Стой Господи Все что ли Да Смотри Она померла У Или нет Или да Еее Уф Ну Благослови Господь Прокачку И крафт Найс Ну в этот раз Не Кассандра В этот раз Я Уф Зуперно Верно О Хорошо Ой Драконий зуб Это вообще Замечательная вещь Дракония перепонка Вот Вот это Вот это Мне нужно для крафта Моего мега лука Это потом Все Все О Хорошо Ну со второго раза Напряженно Это было Ну собственно Вот Вот Помните Я вам говорила То что Сначала Бой за лучника Будет Скучноватым Потом Мы немножечко Раздуплимся В общем то Как я и говорила То что будет Специализация убийцы Она для лучника Мне кажется Идеально подходит Потому что все остальное Вот склянки Они вообще ни о чем Я не знаю Вообще Кто их придумал Очевидно Они у сэра Стоят чисто Знаете Для характера А вот лучнику Они совершенно не подходят Потому что Очень многие склянки Они рассчитаны На ближний бой В принципе Отчасти Некоторые Способности убийцы Тоже Но не сильно Вот это Механические Какие-то приколы Ну серьезно Ну как-то Я не знаю Не очень хочется С ними заморачиваться С этими ловушками Они себя не окупают Вообще На мой взгляд Абсолютно А вот специализация убийцы Самая прям классная Потому что Вот эти вот клинки Замечательные Плюс если ты еще Прокачаешь Вот этот вот Тринвиз Еще было бы Пробивание брони У меня было бы Вообще зашибись Плюс Вот если Совмещать Вот с этой Замечательной вещью Потому что Ты из инвиза Мало того Что если прокачаешь Убийцу Атакуешь сразу По криту Ты уходишь в инвиз У тебя метание клинков Которые наносят урон Все клинки То есть по криту Тебя бьют У тебя Плюс еще бонус к урону Видите Здесь 25% Если прокачаешь Плюс они еще и броню Раскалывают Плюс в сумме Это Ох А в том числе Если после этого Еще жахнуть клинками Вот этими То вообще получается Мега комбо Ну в принципе Вы видели Только что Это Это просто Замечательно А если еще и жахнуть Вот этим вот Как сказать Выстрелом Где он Ну это нужно конечно Как-то очень быстро Оказаться далеко Где он Вот этот вот дальний Потому что Если 15 метров Будет между тобой Врагом То 600% Урона По-моему Это офигенно Ну конечно Вот это еще замечательно Работает Если пробито Не всегда конечно Вот это как-то получше Но опять же Для этого Нужно быть далеко Например Отфутболиваешься назад Еще чуть-чуть Сходишь А потом Вот этой вот Жахаешь И в общем Это все Очень замечательно Вместе работает Надо что-то взять Кстати Я хочу кстати Подожди Взять из инвиза Чтобы у меня быстро Инвиз происходил Чтобы я сразу Моментально Пряталась туда Происходит моментально Все слаблющие эффекты При этом исчезают Вот проходить Сквозь врагов Ну вот Не то чтобы это было нужно Мне нужно чтобы Анимация вот эта Убралась Переходим в инвиз Чтобы это моментально Просходило Это удовольствие Жить Так Тем более Особо сейчас Качаться все равно Некуда Так Ну и в общем-то Давайте еще быку Что-нибудь возьмем Что у нас там есть Что-то он там Тоже себе вкачал Что это такое Пожирание Кровь это жизнь Вы впиваетесь Во врага Наносим урон В соответствии с тем Насколько сильны Раненые сами И лечитесь Кольцо боли Значительно усиливает Этот эффект Сто процентов Бонус к урон А это что Ярость дракона Подпитываясь Яростью Вытерзайте врагов И урон Наносимый им Тем выше Чем сильнее Раненые вы сами Кольцо боли Вот что это Вопрос Это Какая-то Мега А вот А Кольцо боли Усиливает этот эффект Интересно А как бы я без кольца боли Вот досюда доползла Можно было мне кажется И не рассказывать про него Нет А подожди Может это режим Точно это же режим Включать или выключать Все Теперь понятно Ладно Давайте я с этим разберусь Все-таки за кадром Молодцы Мы справились Мы зашатали дракуну И в общем-то Наш Аллорас На практике проверил Свой Как сказать Ну не билд Ну билд Но это для нас билд А для него Свой набор способностей Вот И в принципе Он Себя хорошо показал Все то что я Помните вам говорила То что у нас будет Вот эта вот штука Активно нам помогать жить В принципе так и произошло Единственное что Вот Как я уже сказала Вот этот вот выстрел Где мы на одно колено встаем Он Ну слишком долгий И я им редко пользовалась Поэтому в общем-то Я его убрала И Вторая причина По которой я его убрала Это просто Получается то что Это самая медленная способность Которую я редко пользуюсь И при этом Которую я не смогу Использовать Ну быстро Ее нужно Желательно в начале боя Где-нибудь использовать Ну и опять же А в начале боя Если враг меня еще не видит Я стараюсь использовать Как раз таки вот эти вот Клинки Потому что они разбивают броню Ну в общем У меня в этот билд Эта способность Тупо не вписалась А вот это вот Взрывной Ой вот это вот А взрывная стрела Это в принципе На рядовых На каких-нибудь врагов На кучку врагов Которую хорошо бы взорвать Так что вот как-то так Ну немножечко ошиблась Но в принципе Практика В общем-то на то и нужна Чтобы проверить Все то что ты набрал И в общем-то Все то что я планировала сделать То есть вот с этими кинжалами С этим Навыком убийц То есть вот с клинками Вот этими таинственными Это все Сыграло свою роль Жалко конечно Вот что когда вот Крупный враг Какой-то Ты обычные Стрелковые атаки Особо уже не делаешь Потому что у меня На этих самых стрелковых атаках Тоже эти Потайные клинки Обидно просто И было терять Но сами видели Какая ситуация Ну это не каких-нибудь Просто жирных врагов Но не дракон Вот видите Вот они сработали Но в любом случае Ты можешь себе жизнь Значительно улучшить За счет вот этих вот Всех Крафтовских приколов Надо потом где-нибудь Еще будет накопать Вот эту вот Способность клинков Поставить ее На финальный билд Своего лука Мега-мега Когда я его сделаю Например Из драконовой кости Там не знаю Из драконовых жил Сделаю тетиву И в общем Когда прокачаю Мега-мега лук Вот там бы мне не помешал Еще раз Вот этот вот Как сказать Кусок крафта Который включает Эти потайные клинки Потому что это замечательная вещь Вот в общем Как-то так Ребятки Надеюсь что вам понравилось Надеюсь что Не знаю Если никогда не играли лучником Заинтересовались лучником И в принципе Рассматриваете теперь его Как возможный класс Потому что я серьезно Мне нравится здесь Издалека контролировать бой Во-первых я издалека вижу Что происходит Если крупный враг Особенно Смотрю где кто стоит Кто куда бежит То есть чуть-чуть попроще Нет такого сумбура С другой стороны Конечно если Воин рядом И он обладает Вот такой вот Замечательной вещью То конечно Хрен он лучника подлечит Но лучник я думаю И сам как-нибудь справится Вот в общем Надеюсь что вам понравилось Если это так Обязательно ставьте пальцы вверх Мне будет приятно Оставлять свои комментарии Как вам вообще Произошедшее В этой серии И до встречи В следующей серии Посмотрим куда мы еще Можем двинуться Потому что по факту На этой локации Мы закончили Единственное что Вот сейчас я наверное Вернусь В этот самый Господи Где лодка-то моя Где лодка-то моя Лодка пропала Куда она делась В общем нужно там еще Кусок кристалла Зашатать Вот этого красного Лириумного Потому что я его Пропустить умудрилась И в общем Да После этого Можно уже будет двигаться дальше Возможно пойдем все таки с вами В имприз де Леон В снежные локации наши Потому что он нас там давно не было И в принципе пора бы уже закончить Тамошние приколы С красным лириумом опять же В общем нужно будет посмотреть Возможно возьмем с собой Варика У нас его давно не было в партии Ну не считая вот эту серию Как-то не помешал бы он у нас И возможно возьмем с собой БК Просто интересно будет Послушать что они Болтать будут между собой В общем вот Все ребят Прощаюсь с вами Всем до встречи Не забывайте про ссылки в описании Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok